МОЛИТВА Святой Василий Великий Первое. Молитва есть прошение благ, высылаемое благочестивыми к Богу. Но надобно не в словах одних поставлять молитву, а паче в душевном расположении молитвенном. И молиться надо всегда, при всяком случае. Сидишь ли за столом? Молись. Вкушая хлеб, воздай благодарение давшему Господу. Подкрепляя немощь, тело вином, помни подавшего тебе дар сей на веселье сердцу и в обличении недугов. Миновалась ли потребность в снедях? Да не прекращается памятование о благодетели. Надеваешь хитон, благодари давшего. Облекаешься в одежду, усугубь, любовь к Богу, даровавшему нам покровы, пригодные для зимы и лета, охраняющие жизнь нашу и закрывающие наше безобразие. Прошел ли день, благодари даровавшего нам солнце для отправления дневных дел и давшего огонь освещать ночь и служить для прочих житейских потреб? Ночь пусть доставит тебе другие побуждения к молитве. Когда воздришь на небо и устремишь взор на красоту звезд, молись, владыки видимого, и поклонись наилучшему художнику всяческих, Богу, который вся премудростью сотворил. Когда увидишь, что вся животная природа объята сном, опять поклонись тому, кто посредством сна и против воли нашей разрешает нас от непрерывности трудов и через малое успокоение опять приводит в бодрость силы. Поэтому ночь не вся да будет у тебя уделом сна, не попускай, чтобы от сонного бесчувствия сделалась бесполезную половина жизни. Напротив, ночное время доразделится у тебя на сон и на молитву. Таким образом, непрестанно будешь молиться, не в словах заключая молитву, но через все течение жизни приближаясь к Богу, чтобы жизнь твоя была непрерывную и непрестанную молитвою. Второе. Как достигнуть нерассеянности в молитве? Несомненно, убедившись, что Бог пред очами, если тот, кто видит начальника или настоятеля и беседует с ним, не отращает от него взора, то, коль мипачи, молящийся Богу, будет иметь ум, не уклоняющийся от испытующего сердца и утробы, исполняя написанное, воздеющие преподобные руки без гнева и размышления. Первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 2, стих 8. Третье. Молитва имеет два вида. Первый — словословие со смиренно-мудрием, а второй — низший — прошение. Посему, молясь, не вдруг приступай к прошению. В противном случае сам о своем произволении даешь всем знать, что молишься Богу, вынужденной потребностью. Проси того, что достойно Бога, не переставай просить, пока не получишь. Хотя пройдет месяц и год, и трехлетие, и больше число лет, пока не получишь, не отступай, но проси с верою, непрестанно делая добро. Святитель Феофан Затворник Действие молитвы у святых отцов было признаком жизни духовной, и они именовали ее «дыханием духа». Есть дыхание в теле — живет тело. Прекратится дыхание — прекращается и жизнь. Так и в духе. Есть молитва — живет дух. Нет молитвы — нет и жизни в духе. Преподобный Исаак Сирин Когда человек дойдет до той степени, что сердце его действительно исполнится верой, вера совершенная, опытная, тогда ему открывается, что все множество духовных благ делается для него доступным молитвою. Кто желает видеть Господа внутри себя, да напряжется всеусильно очистить сердце свое непрестанным памятованием о Боге и тако во светлости ума своего, всякий час он будет зреть Господа. Преподобный Иоанн Лествичник Бывает, что когда стоим на молитве, встречается дело благотворения, не допускающее промедления. В таком случае надо предпочесть дело любви, ибо любовь больше молитвы, так как молитва есть добродетель частная, а любовь объемлет все добродетели. Да не обольщает нас горделивое усердие, побуждая прежде времени искать того, что придет в свое время. Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие помыслы при самом их появлении. Средина же в том, чтобы ум заключался в словах, которые говорим или помышляем, а совершенство молитвы есть восхищение ко Господу. Илья Егдик Не может чисто молиться тот, кто одержим коростолюбивую и чистолюбивую страстью, ибо пристрастие к всем вещам и суетные помыслы опутывают такого, как вервиями, и во время молитвы совлекают его долу, как бывает с привязанной птицей, когда она покушается подняться на воздух. Не может содружиться с молитвой тот, кто не отрекся от всего вещественного, кроме пищи и одежды. Стань вне всего другого, если желаешь быть в молитве с единым умом. Если в лона души не внидут словеса молитвы, то слезы не омоют лонит души. Что пища без соли для гортани, то молитва без сокрушения проходимая для ума. Подвязающемуся надо тело свое ограничить одним видом пищи, а ум — однословную молитву, и тогда, став неудерживаем страстями, будет он в состоянии восторгаться Господу во время молитвы. Бог всех видит. Бога же видят одни те, кои во время молитвы ничего другого, кроме Бога, не видят. И которые видят таким образом Бога, те и услышаны бывают от Него, которые же не бывают услышаны, те и не видят Его. Блажен тот, кто верует, что видим, есть от Бога, ибо таковые не подвигнутся с пути благоугождения Ему. Блаженный Калист Покушение тех, которые прежде времени взыскивают того, что бывает в свое время, и тщаться, насильно потесниться в пристань бесстрастия, без должного к тому приготовления, святые отцы называют умы иступлением, ибо незнающему букв невозможно читать книги. Преподобный Симеон Новый Богослов Ум да хранит сердце в то время, когда молится, и внутри его да вращается неотходно, и оттуда из глубины сердца да высылает молитвы к Богу. В этом все. Трудись, пока не вкусишь Господа. Преподобный Нил Синайский Достоин всякого порицания тот, кто, любя истинную молитву, гневается или злопамятствует, ибо он похож на того, кто желает остро смотреть, а между тем запорошивает глаза. Есть высшая молитва совершенных, некое восхищение ума, всецелое отрешение его отчувственного, когда неизглаголанными воздыханиями духа приближается он к Богу, который видит расположение сердца отверстое, подобно исписанной книге и в бесчисленных образах выражающее волю свою. Если желаешь стяжать молитву, отрекись от всего, да все наследуешь. Блажен муж, который во время молитвы хранит совершенную безобразность или безмечтание. Молитва есть ведь от древа кротости и безгневия, проявления радости и благодарения, врачество печали и уныния. Если ты терпелив, то всегда будешь молиться с радостью. Не стяжавший чистой молитвы не имеет оружия в брани. С Богом беседуй много, а с человеком мало. Благодетельная для души баня слезы во время молитвы, но после молитвы помни, о чем ты плакал. Преподобный Никодим Святогорец. Не словом только надо молиться, но и умом. И не умом только, но и сердцем. Да ясно видит и понимает ум, что произносится словом, и сердце дочувствует, что помышляет при всем ум. Все сие в совокупности и есть настоящая молитва. И если нет в молитве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершенная молитва, или совсем не молитва. Преподобный Антоний Великий. Однажды брат, у которого недоставало ревности о спасении, пришедший к святому Антонию, просил его помолиться о нем. Великий старец ответил. «Ни я, ни Бог не жалятся над тобою, если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу». Блаженный Диадух Наиболее упражняться в молитве, а не богословствовании. Ум наш, большую частью, мало расположен, бывает, к молитве по причине утеснения его и ограничения молитвенную добродетелю. В богословствование же он охотно вдается по причине простора и неограничения божественных созерцаний. Итак, чтобы не давать хода его свободному в себе разглагольствованию и не поблажать его охоте безмерно предаваться выспренним парениям, будем упражняться наиболее в молитве. Когда душа естественными своими изобилует плодами, тогда всегласнейше совершает и псалмопение свое, и бывает расположено молиться наипаче глазом. Когда же она воздействуемо бывает Духом Святым, тогда со всею отрадую и сладостью поет и молитвы в одном сердце. За первым настроением следует радость мечтательная, от самодовольства, а за вторым слезы духовные, а потом радование, некое безмолвя любивое, ибо память при удержании глаза, пребывая теплую, настраивает сердца производить слезотворные, некие и в себе углубляющие помышления. В этом, воистину, можно видеть семена молитвы со слезами радостно. Однако ж, сеемые на земле сердца верны надежде обильной жатвы. Впрочем, когда бываем подавляемые большой печалью, тогда надо немного громче совершать свое псалмопение, радостью надежды подавляя скорбные вопли души, пока это тяжелое облако печали не развеется ветром псалмской мелодии. Преподобный Иоанн Карпавский Которые сильнее налегают на молитву, те подвергаются более страшным и свирепым искушениям. Долгий подвиг в молитвах и немалое время потребны для того, чтобы в нестужаемом устроении ума обрести иное некое сердечное небо, где обитает Христос. Когда бывает молитва с поспешистуема от святых Преподобный Максим Исповедник Много бо может молитва праведного поспешистуема Послание апостола Иакова, глава 5, стих 16 Поспешистуема же она бывает двояка Первое. Когда молящийся сам праведен и возносит к Богу молитву при делах по заповедям, Как такую, которая не в одном только слове состоит и не пустым звуком голоса произносится, И предлежит праздную и ничего твердого под собою не имеющую, Но есть действенна и жива, воодушевляема, будучи делами по заповедям. Ибо сила и состоятельность молитвы зависят от исполнения заповедей Через творение добродетелей, вследствие чего праведные имеют сильную и многомогучую молитву, Поспешистуемую заповедями. Второе. Когда кто, прося молитву праведного, сам творит дела молитвы, Обещая исправить и действительно исправляя прежнюю жизнь, И таким образом своим обращением делая молитву праведного сильную и многомогущую, Одного только настоятельно и неотступно ищи в молитве, чтобы не отпасть от Бога. Преподобный Иоанн Кассиан По предметам апостол различает четыре вида молитв. Молитвы, моления, просев хас, прошения, благодарения. Молитва есть моление или умаливание о грехах, Когда кто, пришедший в сокрушение о содеянных им настоящих или прошедших грехах, И спрашивает прощения в них. Моление бывает, когда, кто, молясь, что-либо приносит или обещает Богу, говоря, «Я то и то сделаю, только ущедри Господи». Прошение бывает, когда, находясь в горячности духа, Воссылаем молитвы за других, о тех, кого мы любим, или о мире всего мира. Благодарение, когда ум приносит Богу благодарность и словословие, Вспоминая прошедшие благодеяния Божии, или видя настоящие, или прозревая, Какие в будущем уготовил Бог благо любящим его. Хотя молитва Господня, Отче наш, будучи изречена самим Господом, Заключает в себе полноту совершенства молитвенного, Однако же Господь присных Своих проводит еще далее, К возвышеннейшему некоему состоянию, К той пламенной, весьма немногими дознанной или испытанной, Даже скажу, неизреченной молитве, Которая, превосходя всякое человеческое понятие, Ни звуком голоса, ни движением языка И произнесением каких-либо слов обозначается, И которую ум, излиянием небесного оного света, Озаренный, неослабно человеческую речью выражает, Но собрав чувства, как бы из обильнейшего некоего источника, Изливает из себя неудержимо и неизреченно Никако отрыгнет прямо ко Господу, То, изъявляя в этот кратчайший момент времени, Чего в себя пришедший, не в силах бывает он Ни словом изречь, ни проследи.